Эндрю, а как стать тем парнем, к которому девушки липнут сами? Как строить такие отношения, чтобы в них ты чувствовал себя королем и оставался мужчиной? Не вот этой бесхребетной хуйней, которая стелется под бабу и выслуживается, а чтобы она сама хотела запрыгнуть на твой хуй. Окей, объясняю на пальцах, как работают отношения. Женщины дают мужчинам, которых они уважают. Все. Они не трахаются с теми, кто им нравится. Они не трахаются с теми, кого любят. Они дают только тому, кого уважают. Именно поэтому у меня есть девушки, которые меня ненавидят. Которых я выбешиваю, но все они заканчивают одинаково, на моем хуе. А какой-нибудь условный Васечка может всю жизнь бегать за своей нетокусей, целовать ей пятки и забрасывать подарками. Но ее пизденку он увидит только в своих мечтах. А все потому, что она не чувствует в нем тот самый мужской стержень. Как раз хотел спросить, а как наработать этот стержень? Потому что многие мужчины говорят, мол, современные бабы испортились. Пригодную хуй найдешь? Все дела. А я им говорю, ребят, тут дело не в том, пригодная она или непригодная, а в том, как ты себя поставил в этих отношениях. Женщины, какими были раньше, такими и остались. А вот мужчины ведут себя, как ебаная размазня. Сами садят себе на шею бабу. А потом удивляются, почему она в их отношениях в роли мужика загнала его под каблук и его мнение в хуй не ставит. Согласен на 200%. Многие знают, что раньше я держал вебкам-студию, и у меня работали 75 грудастых самочек, которые выдаивали бабки из похотливых дрочеров. И эти бабки стекались в мои красивые кармашки. Поэтому я, как никто другой, понимаю, как устроен межполовой рынок. То есть наверху этой системы был я. Подо мной 75 девушек, а под ними еще несколько тысяч мужиков, которые сливали бабки и взамен получали примерно нихуя. И если не хочешь быть таким же терпилой, то вариантов немного. Первое. Тебя должно быть за что уважать. Если ты ноль по жизни и из достижений у тебя только пивное пузо, то, чувак, тут мои советы вряд ли помогут. Второе. Нельзя послушно хавать неуважительное отношение к себе. Если к тебе относятся как к говну, а ты это терпишь, то угадай, кто ты. Говно. Так схуя ли ей тебя уважать? И когда ко мне приходят молодые ребята, которые вели себя как последние чмошники, прощали своей не такусе измены и позволяли вытирать об себя ноги, и вот они спрашивают, «Эндрю, моя девушка не видит во мне мужчину. Как это исправить?» Я им говорю, гораздо проще изначально делать все по уму и такого не допускать, чем исправить то, что уже сломалось. В следующий раз с самого начала не веди себя как ебаная чмоня. Не обязательно быть агрессивным быдлом, стучать хуем по столу и кричать, «Ууу, я мужик!» Просто обозначь свои правила. Скажи, если ты хочешь чего-то серьезного, то у тебя не будет друзей-мужчин. Она такая в смысле чего-то серьезного? Ну, например, отношений. А если ты и дальше хочешь общаться с левыми типами? На здоровье. Но тогда между нами будут максимум поебушки. Выбор за тобой. Кайфуешь с наших переводов Тейта, но хочется большего? Тогда залетай в базу Эндрю Тейта. Это закрытый телеграм-канал, где собраны все курсы Тейта, его эксклюзивные видео про женщин, бизнес и философию настоящего мужчины. Десятки часов мужской базы. То, что никогда не появится на Ютубе. Свежее обновление каждый день. И все это за копейки. То, что есть на Ютубе, это жалкие крошки. Максимум 10% наших переводов. Залетай в базу Эндрю Тейта и убедись сам. Ссылка в описании. А теперь приятного просмотра. И женщины тянутся именно к таким мужчинам, которые не стесняются диктовать свои правила. Они просто текут от этого. А если она отмораживается и дальше общается с другими парнями, то и хуй с ней. Значит, ей на тебя поебать, и в своей голове она уже тебе с ними изменила. Она поставила их выше тебя. И как скоро она окажется на чужом хуе, это лишь вопрос времени. Так с хуя ли тебе бояться ее потерять? Жестить не надо. Но такой простой ультиматум уже отсеивает 90% непригодных женщин. А та, которая примет твои правила, естественно, она почувствует в тебе мужчину. И уже сама будет тянуться, подстраиваться под тебя. Потому что она видит, как легко ты отсекаешь выебистых баб, а значит, женского внимания у тебя навалом. А значит, в ее глазах ты высокоценный мужчина. А большинство мужчин так не делают. Они терпят любое говно от своей нетокуси, лишь бы та дала понюхать вареник. А потом удивляются, почему она пересела на хуй более наглого и бабуинистого. Должно быть так. Либо играешь по моим правилам, либо сразу на хуй. И вот поэтому я говорю, что если хочешь счастливую, крепкую семью, ты просто обязан быть грозным ебакой. Это лучшее, что ты можешь сделать как мужчина. И не верь в сказки всех этих тетушек, что нужно быть хорошим мальчиком и завязать яйца на узел. Как раз наоборот. Будет больше женщин, будешь лучше в них разбираться, смотреть на отношения без иллюзий. А если ты повелся на эти сказки, нашел себе одну единственную нетокусю и терпишь мозгоебку, чувак, ты не мужик, а баба с яйцами. И они сразу это чувствуют, поэтому и теряют к тебе интерес. Большинство мужчин не готовы уйти. А если ты не готов поставить жирную точку в таких отношениях, то ты фактически обезоружен. Если она знает, что как бы хуёво она себя не вела, ты не уйдешь, то у тебя нет никакого оружия. Чувак, ты идешь с кулаками на танк. И сколько ни ной, не пытайся ее в чем-то убедить, что-то доказать, поговорить. Она знает, что в конце концов ты прибежишь к ней на задних лапках, как послушный песик. Представь, что к тебе приходит девушка и говорит, что бы ты ни делал, сколько бы мне не изменял, какую бы хуйню ни творил, хоть в тапке мне сри по ночам, я не уйду. Представляешь, как бы ты себя вел в таких отношениях. И это то, как мужчины себя ведут в отношениях. Если ты не готов уйти, то тебя ни одна баба не будет уважать. Уважение и страх потери из любой бабы сделают шелковую. Так что ты должен четко обрисовать красные линии, за которые нельзя выходить. А если ты ушел, и она не пытается тебя вернуть, ну и хуй с ней. Это же, блядь, счастье. Вместе со своей наглой жопой она унесла будущие измены, развод, дележку имущества и прочие веселые приключения, которые тебя неизбежно ждали бы с такой проблемной бабой. Но мужчины же так не рассуждают. Они до последнего обеими руками цепляются за ее вареник и ради него готовы терпеть что угодно. Это хуйня, бро, так не должно быть. Сто процентов. Что-то не устраивает, сразу нахуй, и меняешь на следующую, менее выебистую. Бывали периоды, когда я расставался с девушками каждую неделю и менял одну за другой. Это нормально. Если ты пришел в ресторан, заказал еду, а тебе насыпали в тарелку гойское хрючево с привкусом говна, ты просто развернешься и пойдешь в следующий. Так же и с женщинами. Да. И я называю это непривязанность. Типа, знаешь, я кайфую в отношениях, но ни к кому не привязываюсь. Я могу влюбиться, но терпеть какие-то выходки и выебоны ради ее пизденки я не собираюсь, потому что у меня есть моя ценность как мужчины, и это превыше всякой пиздятинки. А когда ты зациклен на какой-то одной конкретной бабе, то ты ставишь себя в очень опасное зависимое положение. Иногда я был по уши влюблен в какую-то сучку, но она вела себя неправильно, и я обрывал с ней связь. Нам было очень кайфово вместе, но в момент, когда она позволяла себе выебываться и вела себя неуважительно, я сознательно бросал ее. Кто-то потом сама приползала на коленях мириться, кто-то из них забивал. Вообще по хуям, самое главное, моя мужская честь не задета, и я не проглотил это. Я не дал себя надломить какой-то наглой бабенке. Я люблю приводить аналогию с шахматами. Если во время партии тебя взъебывают, но остается возможность поставить все на кон, пожертвовать ферзем ради большой победы, то лучше рискнуть. Потому что тут шанс победы 50 на 50. А если ты ничего не предпримешь, тебя продолжат медленно разматывать и в итоге разъебут в клочья. Нахуя так сильно цепляться за ее киску, чтобы в течение полугода наблюдать, как ваши отношения постепенно затухают, а потом плакаться как девочка и лично снимать ее с хуя соседа. В чем вообще благородство такого поступка? Лучше поставь ей условия. Ты больше не общаешься с этим чуваком. Либо мы расстаемся. Если он ей важнее тебя, значит, ваши отношения скоро неизбежно наебнутся. Так в чем проблема собрать яйца в кулак и уйти с высоко поднятой головой? Все эти мамины одуванчики, такие ватные и нежные, которые не видели реальной жизни, они почему-то думают, что расставание с девушкой — это что-то ужасное. Как будто в ту же секунду планета остановится и жизнь закончится. Нихуя подобного. Ты просто не знаешь, что такое реальная жопа. А когда ты проходил через лютое дерьмище, для тебя все эти расставания — это просто детские игры. Чувак, на меня были покушения. Меня пытались ебнуть. У меня были ножевые ранения. Ну-ка, приди ко мне. Поплачься о какой-то пизде с ушами, которая не отвечает на твои СМС. Это же самое страшное, блядь, в жизни, да? Расскажи это сирийским детям, которым на голову падают бомбы. Расскажи им про свою страшную трагедию, что ты расстался с очередной дыркой и весь такой бедненький, не знаешь, как теперь жить. Спасибо за просмотр, друг. Кайфуешь с наших переводов Тейта, но хочется большего? Тогда залетай в базу Эндрю Тейта. Это закрытый телеграм-канал, где собраны все курсы Тейта, его эксклюзивные видео про женщин, бизнес и философию настоящего мужчины. Десятки часов мужской базы. То, что никогда не появится на Ютубе. Свежее обновление каждый день. И все это за копейки. То, что есть на Ютубе, это жалкие крошки. Максимум 10% наших переводов. Залетай в базу Эндрю Тейта и убедись сам. Ссылка в описании. Продолжение следует...